Шабадинова! С Новым Годом! Его нельзя так делать! В фильме Василия Сигарева «Страна ОС» герой Коши Куценко нарушил все возможные правила. Чтобы безопасно запустить фейерверк и произвести впечатление на Яну Троянову, ему нужно было бы сделать следующее. Это изделие уже надо устанавливать на твердую поверхность и обложить снегом, песком, подручными материалами, чтобы он во время стрельбы не уклонялся и не упал куда-нибудь и в сторону, не стреливал. Обязательно необходимо найти безопасную площадку на расстоянии 25-30 метров от жилых домов, электропроводов и автомобилей. В преддверии Нового Года сотрудники МЧС провели рейд по магазинам, реализующим взрывоопасную забаву уфимцам. К ним предъявляются особые требования. К пиротехническому изделию не должно быть доступа покупателей. Пиротехнические изделия должны храниться в строгом соответствии в том количестве, которое установлено нормативным документом пожарной безопасности. То есть в торговый зал перегружать количество пиротехнических изделий не допускается. Расстояние от пиротехнических изделий до отопительных приборов должно быть не менее полуметра. Реализация на улице пиротехники не допускается в связи с тем, что возможно попадание атмосферных осадков, также прямых солнечных лучей, что может повлиять на качество продукции. Также важны знания самих работников таких точек. Срываем пломбу, выдергиваем щепу, встряхиваем и потом направляем к лапу и два-три раза нажимаем. С наступлением предновогодних праздников количество несчастных случаев увеличивается. Часто жертвами неумелого обращения с петардами и хлопушками становятся дети. Сотрудники МЧС призывают горожан ни в коем случае не оставлять несовершеннолетних один на один с пиротехникой и быть внимательными, приобретая любимую зимнюю забаву. При покупке необходимо ознакомиться, есть ли у данной продукции сертификаты соответствия. Можно попросить у продавца продемонстрировать товарно-сопроводительные документы на данный вид продукции. При покупке обязательно продавец проконсультирует о том, как используется данное пиротехническое изделие. Ну и также существует требование о запрете продажи пиротехнических изделий лица младше 16 лет. Это определенный вид продукции. Лица младше 18 лет, то есть определенный вид продукции. Тоже необходимо смотреть, что указано изготовителям. Видов пиротехники много. Это и специальные бенгальские огни, хлопушки, ракеты, римские свечи и салюты. У каждого фейерверка свои особенности безопасной эксплуатации. Внимательно читать инструкцию и следовать консультациям продавца пиротехники – наша личная ответственность, чтобы новогодний салют из красочного зрелища не превратился в опасную игрушку. Это же новогодний праздник. Человек не должен в нетрезвом виде подходить к изделиям, потому что это опасно. Если не соблюдать именно инструкции и правила безопасности, можно получить трамвы и покалечить других.